Строительство храма в посёлке Мирный в Меликесской епархии началось ещё в 2009 году и продолжалось 16 лет. Поэтому освящение храма во имя святой великомученицы Ирины стало долгожданным событием для местных жителей. Освятить его во имя святой Ирины завещал преснапоминаемый митрополит Прокл Хазов, управлявший в то время Симбирской епархией. Святая Ирина, как мы знаем, переводит мирная. И когда пришли прихожане и спрашивали, в честь кого назвать храм, какого святого, Владыка Прокл сказал, ну вот мирный и Ирина мирная. Ну пускай будет Ирина. Вот так и было установлено по благословению. 9 июня митрополит Симбирский Новоспадский Лонген возглавил чин великого освящения храма во имя святой великомученицы Ирины в посёлке Мирный Чердоклинского района Ульяновской области. Ему сослужил епископ Меликеский и чердоклинский Деодор. Во время чина великого освящения совершается утверждение престола нового храма, образа гробницы святого, так как в древности литургия совершалась на гробах святых мучеников в катакомбах. Затем престол и весь храм помазываются миром. Стены храма внутри и снаружи окропляются святой водой. Совершается крестный ход вокруг храма с мощами святых, которые затем закладываются в основании престола. Митрополит Лонген рассказал о значении чина великого освящения собравшимся на молитву. Мы с вами совершили освящение, великое освящение этого храма. Не оговорился, сказал, что мы с вами, потому что я надеюсь, что и вы участвовали не только как зрители, но и молились о том, чтобы Господь услышал бы нас и действительно соделал бы этот храм и местом вселения славы своей, местом, где человек, приходящий сюда, не просто увидит красивые росписи, иконостас, республика, иконикодила, но встретится с самим Господом, встретится в таинстве церковной. Затем владыка Лонген и епископ Деодор совершили первую божественную литургию в освященном храме. Митрополит Лонген поздравил епископа Деодора, настоятеля и всех прихожан со священием храма и первой совершенной в нем литургией. Я хотел бы побелать всем вам, чтобы Господь слышал бы всегда наше моление. Мы когда сегодня освящали храм, мы об этом именно и молились. Мы молились о том, чтобы Господь воздал вместо временных вечное, вместо земных небесное, тем, кто потратил свои силы, свое усердие для создания и благоупрошения этого храма. Мы молились о том, чтобы Господь был бы всегда скоро послушлив и преклонял бы свое сердце на молитву тех людей, которые приходят сюда и обращаются к нему со своими праздами, благодарениями и прошениями. Дай Бог, чтобы так не было. Епископ Деодор поблагодарил владыку Лонгена за визит в Меликесскую епархию и совершение чина великого освящения храма. Мы сердечно вас благодарим за то, что вы прибыли, за то, что вы приняли наше приглашение, прибыли к нам, разделили с нами нашу большую радость о созидании этого святого храма. Поэтому всегда с любовью за вас молимся, дай Бог вам крепкого здравия и всякой помощи, и всякого благословения. Попечитель храма во имя святой великомученицы Ирины Галина Васильева была удостойна ордена преподобной исповедника Гавриила Меликесского. Стараниями Галины Николаевны и ее почившего супруга были решены многие вопросы по строительству и благоукрашению храма. Икона с частицей мощей святой Ирины появилась там тоже благодаря стараниям Галины Васильевой. Милость Божия, мы попали на Корфу с отцом Василием, настоятелем храма, и попали в монастырь Касапитры к отцу Поликарпу, архимандриту Поликарпу, который был учеником поэсия Святогорца Афонского. И батюшка на службе, на литургии взмолился. Отче, вот хоть маленькую частицу мощей, может есть Ирина? Давайте послужим, потом на трапезу сходите. И потом нам выносят с алтаря после службы, после трапезы частицу мощей Ирины. Теперь настоятель храма и прихожане планируют проведение работ по благоустройству прихрамовой территории. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.